Добро пожаловать в Даллас! Добро пожаловать в Даллас! Парадная обычного многоквартирного дома, почтовый ящик, обычный двор многоквартирного дома. Здесь можно устроить барбекю с друзьями. В вашем распоряжении бесплатные грили. За газ платить не надо. А это бассейн общего пользования. Здесь можно поплавать, полежать на лежаках. Можно посидеть в баре, строить барную вечеринку с друзьями, посмотреть телевизор. Здесь даже туалеты есть. Каждый жилой комплекс имеет свое название. Неплохое место для проживания. А сейчас посмотрим жилье попроще. Поехали! Это дешевое жилье, так называемое гетто. Здесь проживают выходцы из стран Латинской Южной Америки. Вечером и ночью заходиться здесь небезопасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже здесь есть свой бассейн общего пользования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это комьюнити. Жилье здесь сдается в аренду. Лизинг офис. Аренда в Америке называется лизинг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоимость аренды начинается от 1200 долларов в месяц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В стоимость входят... Тренажерный зал. Бассейн. Парковочное место. Ну и сами апартаменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это апартаменты с гаражом. Они дороже. А вот так выглядит парадная комьюнити. Въезжаем в жилой комплекс премиум-класса. Аренда апартаментов здесь стоит от 1800 долларов за месяц. Пальмочки только подзамерзли этой зимой. В этом году в Техасе была пятидневочка. Очень серьезная. Говорят, за всю историю метеонаблюдений такого холода не было. И вот немножко оклемались уже бедные. Несколько бассейнов здесь есть. С кварцевым песочком. Площадки волейбольные. Тренажерные залы. Ресторанчики. Магазинчики. И все, что нужно для жизни простому американскому обывателю. Ковровые покрытия на полу. Картины на стенах. Вазы на столах. Где вы такое видели? Фонтанчики с питьевой водой. Те, что понижит для детей и людей в инвалидных колясках. Свой кинотеатр на территории комплекса. А это комьюнити в средиземноморском стиле. О, свежие пальмы посадили. Патио для релакса. Все чистенько, аккуратненько. Фонтанчик. Террасы, гриль. Ну и как же без бассейна общего пользования? Апартаменты. Здесь проживает средний класс. Черный американский флаг с синей полосой. Он обозначает, что когда-то здесь проживал либо полицейский, либо пожарный, погибший при исполнении служебных обязанностей. Все озера и каналы в Техасе искусственные. Сейчас поедем и посмотрим частные домовладения. Обратите внимание на разнообразную архитектуру. Посмотрите, какая красота, как все ухожено. Обратите внимание на правом выстрел. В интересует... ...потерель. Стоимость дома зависит от района расположения, от наличия в доме бассейна, а самое главное – от рейтинга близлежащей школы. А некоторые граждане США предпочитают жилье в палатке под мостом. Продолжение следует...